Уничтожив Конфедерацию, Менгск провозгласил себя императором новой державы, Доминиона Тиранов. Но у режима сменилась лишь вывеска. Доминион, по сути, ничем не отличался от Конфедерации. Потеря Келриган стала для Рейнора тяжким ударом, и он поклялся отомстить. Он еще не знал, что зерги оставили Келриган в живых и забрали ее на вулканическую планету Чар. На Чаре зерги превратили Келриган в Королеву Клинков, полностью раскрыв ее псионный потенциал. Королева Клинков стала верной прислужницей сверхразума, правившего роем зергов. В войне участвовала не только армия Тасадара. Зератул и темные темплиеры также оказывали сопротивление зергам, но они действовали скрытно и использовали энергию пустоты. В ходе войны с протосами сверхразуму наконец стало известно, где находится их родной мир, планета Айур. Полчища зергов атаковали Айур и смогли закрепиться на нем. После этого сам сверхразум внедрился в поверхность планеты. Зератул обучил Тасадара слиянию энергии Кхалы и Пустоты. С помощью этого знания вершитель накопил колоссальный заряд энергии и обрушил его вместе со своим кораблем на сверхразум, полностью уничтожив повелителей зергов. Но даже благородное самопожертвование Тасадара не спасло Айур от уничтожения. Протосам пришлось искать себе убежище на Шакуросе, родной планете темных тамплиеров. Рой зергов после гибели сверхразума возглавила Керриган. Рейнер поднял восстание против тиранического режима Доминиона. В ответ на это Мягск задействовал свое мощнейшее оружие, пропаганду, чтобы выставить Рейнера изменником и террористом. Прошло четыре года. За это время Доминион укрепил позиции, распространив свое влияние на весь сектор Капрулу. Керриган и Рой зергов остаются в тени, храня зловещее молчание. Рейнер и его команда продолжают борьбу с Доминионом, несмотря на недостаток сил и средств. Однако победа над Мягском кажется недостижимой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова